Далеко не все морепродукты родом из моря. Большинство из них выросли на специальных фермах, где не всегда соблюдают санитарные нормы. Особенно это касается креветок из Юго-Восточной Азии. Можете представить, что это за креветки, которые, скажем, выращивают в долине Меконга, который просто кишит нечистотами, который просто нашпигован всевозможными пестицидами. Не стоит покупаться и на размеры креветок. Большие, королевские – тоже продукт аквакультуры. Мелкие же, напротив, как правило, дикие. При выборе креветок обратите внимание прежде всего на нашу дикую креветку, выловленную в морях. Вот, скажем, Чилим дальневосточный. В наших северных морях креветка, безусловно, мельче, чем в тропических странах. Но она гораздо более вкусна и более востребована на международных рынках. У нас моря экологически действенные, чистые, поэтому там и обитают, собственно, самые полезные продукты. Отечественные мидии тоже ценятся выше. Правда, сахалинские моллюски жестковаты. Крымские мидии – нежнее. Там есть ряд ферм, которые у морского побережья занимаются выращиванием вот этих вот замечательных продуктов. Крымские мидии имеют вот такой вот темный оттенок. Но стоит знать, мидии, подобно фильтрам, пропускают через себя десятки литров воды в день. И их качество зависит от того, в каких условиях они росли. Представьте себе, вы опускаете губку в океан, да, и она начинает себя впитывать, все, что там есть. Да, там есть полезные вещества. Прошел танкер, например, с нефтью или, не дай бог, с ртутью. Эта губка всасывает в себя все. Достаточно вам съесть одну испорченную мидию, и никакая скорая вас уже не спасет. Настолько сильный токсин развивается в этих мидиях. Такие мидии, как и любой испорченный морепродукт, легко вычислить по запаху. Кстати, гигантские тропические кальмары тоже пахнут. Причем жутко невкусно – аммиаком. Некоторые производители их вымачивают в различных растворах, а потом режут. В ход идут не огромные тушки, а более дешевые щупальцы. Из них и получаются вот такие кольца. Некоторые алчные трейдеры под видом этих кольчиков шинкуют от этих гигантских кальмаров и, собственно, предлагают нам как качественный наш кальмар. Этот кальмар живет уже, бог знает, сколько лет. Он, бог знает, уже чем напитался. Поэтому берите кальмары целиком. Выбирайте небольшие, размером с ладошку. Они намного вкуснее. Прежде всего, рекомендую покупать кальмары размером от 20 до 40 сантиметров. Вот такого нежного, светлого цвета, выловленные у нас на Дальнем Востоке. Самый лучший кальмар в мире. С морскими обитателями мы определились. Но как быть, если их выбрали за нас? Японская кухня очень популярна в России, но регулярно Роспотребнадзор сообщает об отравлениях суши и роллами, приготовленными из сырой рыбы и морепродуктов. Мы решили проверить свою удачу и отвезли в лабораторию две порции суши, купленных в разных местах. Увы, в одной из них эксперты нашли неприятных гостей. В образце суши номер два мы обнаружили превышение содержания дрожжей в 8 раз больше нормы. Было обнаружено наличие бактерий группы кишечных палочек, которые вызывают общую интоксикацию организма. Экспертиза показала, шансов отравиться у нас 50 на 50. Чтобы не рисковать, выбирайте тёплые роллы и суши, в которых основной ингредиент термически обработан. И не пренебрегайте готовкой морепродуктов дома. Проварите их хотя бы несколько минут. С кальмаров не забудьте снять плёнку. Следите за тем, чтобы при варке все раковины мидий открылись. Если какие-то остались закрытыми, не ешьте их. Себе дороже. И последнее. Какими бы вкусными морепродукты не были, употреблять их стоит нечасто. Если мы съедаем больше 300 грамм, мы получаем примерно 150-200 грамм белка. При норме примерно 70-80 грамм. То есть идёт передозировка белка. Следовательно, этот белок будет гнить у нас в кишечнике, поддерживая условно-патогенную флору. Во всём нужна мера. Тогда морепродукты принесут вам не только пользу, но и радость. Ведь в них содержится ещё и серотонин, гормон хорошего настроения. В программе «Контрольная закупка» работает телефон горячей линии. Вы купили некачественный товар? У вас есть претензии к производителям? Вы не знаете, куда обратиться? Сообщите нам о своих проблемах по телефону в Москве 646-34-76. Горячая линия работает круглосуточно. Звоните.